Сколько лет занимаюсь социальной тематикой и сотрудничаю с некоммерческими организациями. Мне бы хотелось познакомиться с вами и узнать, какой у вас запрос на мою лекцию. И, может быть, что-то помимо подготовленного материала я тоже смогу дополнить и рассказать. Я так понимаю, что здесь наверняка есть фотографы, но и представители НКО. Ребят. Руку поднять. Ну, конечно, да. У нас же живое общение. Давайте. Кто первый? Ну, давайте. Меня зовут Анастасия. Я, на самом деле, пока что не представляю ни одной НКО, кроме как помогаю фонду «Старай в радость». Также являюсь фотографом, и я бы хотела как раз двигаться в ваше направление. И мне очень интересно, я знаю вашу работу и хочется получить как-то из максимумных инструментов информации, как это все делается сейчас. Вот такая вот. Вот такое у меня на том. Ага, супер. Давайте еще. Можно? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Лерика. Я представляю благотворительный центр «Верев чудо», Москва, Калининград. Была во многих, скажем так, проектах, в том числе НКО. И сейчас у меня лично запрос, как вы, как фотограф профессиональный, наверное, который имеет очень много информации в голове, как выбрать вам одну фотографию из тысячи и разместить именно ее. Потому что у нас, например, мы выкладываем все. И это, наверное, печально, когда что-то заходит и теряется. Хорошо, я готовлюсь к этому в конце и обязательно скажу об этом. Спасибо. Меня Маша зовут, я работаю в центре СОВА, и мы занимаемся темами, которые иногда сложно визуализировать. У меня, наверное, вот этот основной вопрос. А, например? Ну, мы занимаемся мониторингом законодательства антиэкстремистского, расизмом, ксенофобией и религиозными свободами. Ну, если с расизмом и ксенофобией иногда, конечно, можно хороший подобрать визуальный контент, ну, такой яркий, то там с законами бывает сложнее. И интересно, как хорошо сделать визуальный продукт про такие скучные текстовые темы. Ну, скучные в смысле, вот, требующие много скорее текста, чем картинка. Хорошо, да. Меня зовут Оксана, я работала фотографом сейчас. Я не работаю, к сожалению, фотографом, но тем не менее работаю в правозащитном центре. Левориал, собственно, у нас тоже самая проблема. Как визуализировать нашу тематику? Потому что правозащитная тема, она сложная и она достаточно депрессивная. И как, чем привлечь именно в визуальное внимание? Окей, давайте я, наверное, начну, и мы будем с вами возвращаться. Если я там забуду какие-то вопросы, то вы мне напомните и задайте по ходу дела. Ну, собственно, начнем с самого простого. Если у нас какая-то стоит какая-то задача, то мы начинаем готовить материал и собирать. Ну, первостепенно мы определяем системы, у всех она уже есть. И, ну, необходимо ответить очень четко на три первых вопроса. Они супер важные. Что мы освещаем, для кого целевая аудитория, и к этому мы тоже вернемся. И от этого зависит, как мы будем делать, и что мы будем снимать, как мы будем выбирать материалы и прочее. Ну, и, собственно, так. Вот. Ну, расскажу немножко о своем последнем проекте. Он публиковался в «Репортере» и еще в ряде изданий. Я снимала про историю про сирийских нелегалов в Подмосковье, в Ногинске. Ну, в общем, про их жизнь и, ну, освещала. Покажу фотографии, ну, и немножко расскажу. Расскажу о том, что, ну, когда начался сирийский конфликт, ну, не начался, ну, Россия очень оказывала содействие и прочее, и прочее. Вот. Но не особо в СМИ поднимали тему того, как мы относимся, ну, допустим, к тем же сирийским беженцам, которые приезжают ли они вообще в Россию или не приезжают. Это немножко освещалось, но, ну, как-то достаточно скользко. Я решила взяться темой и поисследовать. Вот. Ну, и когда я начала углубляться в проблему, уже разговаривать с людьми в поле и так далее, ситуация устала таким образом, что все эти люди, сирийские беженцы, которые приехали в Россию или, ну, или уже были в России и работали на момент сирийского конфликта, оказались, ну, нелегалами, то есть абсолютно не имеющими никаких прав. Государство никак им не помогало. Вот у нас была такая политика, там, на момент февраля 16-го года статус, официальный статус беженца имела два человека из всей большой массы. Вот. Все остальные, кто приезжал, ну, вот, они работали на швейных фабриках, и, ну, в общем, кто-то, кто-то чем-то пытался заработать, но без официального статуса, там, или, ну, бумажки о временном убежище это сделать, ну, очень сложно, и люди сталкивались с прессингом внешним со стороны, ну, всего, там, начиная с ДПС полиции и заканчивая тем, что они не могли ассимилироваться. Им оказывала помощь организация, комитет должностного содействия, вот. Ну, тоже, как бы, ну, вся ситуация была, в общем-то, падает, ну, и остается, так или иначе. Вот. И история об этом. Эта картинка снята, а, вот, как раз Кокортиз создал центр в Ногинске по помощи в изучении русского языка, ну, по помощи в ассимиляции. Туда ходили взрослые, дети, и это была такая единственная отправная, собственно, точка и в моей работе, в ресерче и так далее. И для них это было место спасения. Ну, не знаю. Ну, примерно так выглядит подборка материала, собранный проект, ну, некий визуальный ряд. Вот. И сейчас идет история не про то, как раскрыть проблему одним кадром, а раскрыть проблему, ну, вот, ну, чуть-чуть пошире, да, сделать проект. Его можно насыщать и видео, и звуками, и так далее. У меня он сейчас существует в формате фотографии, а дальше, в общем, посмотрим. Первое, с чего нужно начать, когда мы находим, определяемся с темой, это ресерч и глубокое изучение подобных проектов. Кто снимал, ну, да, на такие же темы, кто об этом писал, как они это делали, ну, так, хорошо это освещалось или не очень хорошо. И, ну, это даст нам некий, ну, такой буфер и чуточку понимания, в какую сторону можно двигаться, чтобы, ну, не повторяться, или какие, допустим, мотивы можно использовать для того, чтобы, ну, выразить максимально свою идею. Ну, это важно, не бойтесь, ну, не то, чтобы повторяться, повториться вам, ну, в любом случае не удастся, вот, но, так или иначе, вот, этот анализ, он дает очень хорошую первую ступень. Ну, собственно, вот, изучение тематики, и дальше мы сталкиваемся с вопросом, где найти героя. Ну, все НКО, ну, имеют там ряд проблем, и этот ряд проблем, так или иначе, связанных с людьми. И, ну, чтобы это визуализировать, нам нужен человек, человек, который находится, ну, вот, в эпицентре этой проблемы. Ну, кто угодно, ну, в смысле, не кто угодно, а именно подходящий вам, и, ну, желательно максимально. Если вы хотите снимать историю про то, как человеку очень плохо, ну, например, не надо, ну, там, кидаться на первого встречного вроде бы с такой же проблемой, но вот ему там не очень плохо и не очень грустно. Я утрирую, конечно, нам нужен подходящий, максимально подходящий человек. Находится все элементарно. Ну, возможно, как бы, у вас уже есть какие-то контакты, и им нужно активно пользоваться, нужно спрашивать у уже найденных героев, советов, и, ну, то есть набирать максимальный, максимальный круг, пул возможных потенциальных героев, с которыми мы потом будем работать. И не важно, в общем-то, история будет потом про одного человека, и проблему вы будете раскрывать через, ну, единичную личность, или это будет некий сыгрательный образ, ну, вот, как у меня с сирийцами. Там очень много портретов, но в целом это про одного, ну, и сирийского нелегала. Если вы идете, как это получилось у меня? Я не знала, от чего оттолкнулся, и, ну, где мне найти этих нелегалов в России? Ну, вот, это не вырежет, там, не знаю, в аэропорт, и не будешь спрашивать, ну, а кто-нибудь прилетал, нет? Ну, я просто прорисочила, нашла организацию, которая, которая занимается, собственно, этими проблемами. Это вот Комитет гражданского содействия. Пришла к нему, пописк, поболтала с Ганушкиной, вот, и уже там начала искать потенциальных, потенциальных героев, вот, общаться, рассказывать про свой проект. И, ну, и, конечно же, когда вы обращаетесь за помощью в какую-то организацию, ну, там, помогите мне найти, вот, я хочу поработать с людьми, с которыми вы работаете. И там поснимать, пообщаться, взять интервью, что угодно. Основополагающим, в общем-то, основополагающим является то, что вы в ответ обязательно должны предложить свою помощь. Возможно, формат вашего проекта в итоге изменится в конце. Ну, то есть, ну, это не столь критично. Вы хотите рассказать историю, но эта история, в любом случае, имеет какой-то конечный результат. Вы хотите, чтобы, ну, фотографии, например, увидели на сайте, и люди что-то испытали, привлечь так или иначе внимание. Но мы же зачем-то привлекаем это внимание? Ну, для того, чтобы обратить внимание на проблему, для того, чтобы привлечь какие-то инициативные группы в эту проблему, и так далее, и так далее. И, в общем, не надо ходить далеко, вы сразу предлагаете свою помощь, ну, допустим, в рамках этой структуры. Это очень важно. И, ну, и люди совершенно иначе к вам обращаются, относятся после этого. Вот. И, естественно, советуйтесь, какой формат, там, допустим, мы можем сделать так и так, или вот так, или, ну, в чем вы действительно нуждаетесь. Мы хотели с друзьями ехать снимать про чеченцев, которые остались на границе между Польшей и Белоруссией, вот, которые вот мигрировали в Германию, там, на протяжении года. Ну, и первым шагом то, что мы сделали, мы написали во все НКО, которые этим занимаются, нашли людей, которые могут, ну, как-то посодействовать, которые работают там с этими беженцами, ну, или как-то были связаны. И у всех спрашивали, чем мы можем вам помочь. Это, ну, прям первый пункт. Вот. Потому что, ну, собственно, без помощи, ну, вашей предложенной помощи, вся эта работа, мне кажется, не имеет, ну, никакого смысла. Очень легко найти героев в социальных сетях, ну, форумы. Есть какая-то проблема, допустим, ну, не знаю, там, женщины, подверженные насилию семье. Вы просто гуглите и ищите форумы. Ну, человек, существо социальное, и если он там не может поделиться с подругами, или он не находит, например, отклика в кругу близких людей, ну, он, скорее всего, пойдет в интернет и, ну, и спросит у кого-то, мм, кому, ребят, вот у вас социообщество, у меня тоже такая проблема, поделитесь, расскажите, как вы из этого вышли. Вот. И, ну, как бы интернет, это прям супер-бонус в наше время. Вы просто идете, там, в контакт, хэштеги, форумы, просто гуглите, набираете информацию. Вот. Связывайтесь с людьми, ну, в дальнейшем и так далее. Вот. Дальше я буду еще рассказывать не только про проекты с сирийцами, и еще немножко затрону тему незрячих. Я снимала про них историю, и с ними у меня получилось очень забавно. Я не знала, где их искать, и в интернет я не полезла. Ну, и общаясь с друзьями, я спрашивала просто у каждого этого, привет, ну, а у тебя там нет каких-нибудь знакомых, кто бы мог знать? И в итоге выяснилось, что мой ближайший друг работал на проекте, на кинопроекте, который, собственно, консультировали незрячие ребята. Хоп, как бы все близко. Вот. Найти, найти какого-то человека, ну, не так сложно. Я вам скажу. А можно вопрос по предыдущему слайду? Вы говорите, что нужно спросить, какая им нужна помощь. Вот вы у беженцев спрашиваете, чем вам помочь? Они отвечают вам, сфотографируете нас? Нет, нет, нет. Ну, как бы... Как это происходит? Да. Ну, например... Они, как правило, просят чего-то другого. Вы приходите их фотографировать. Я говорила, ну, как бы, что помощь вы предлагаете, ну, не совсем своему герою, но герою в том числе. Но первый шаг – это предложить помощь какой-то уже структуре сформированной. Вот. Ну, допустим, мы там сделаем рекламу, мы сделаем социальную кампанию в соцсетях. Мы поднимем вопрос как? Поднимем вопрос, да. Мы снимем материал, а после пустим, допустим, слайд, что вот там такой-то номер, там, ребята, скиньте денег. Или нам очень требуется помощь, или нам очень нужны там теплые вещи, потому что люди мерзнут на вокзале. Ну, вот. Когда ты спрашиваешь у героя, чем тебе помочь, ну, вернее, все работает немножко иначе. Когда ты уже начинаешь общаться, и, ну, я об этом, наверное, чуть-чуть, ну, в принципе, сейчас скажу, да. Ну, надо вычесть доверия у героя, чтобы позволить вас сфотографировать его. Да, конечно же, ты... Ну, наша задача – это добиться доверия, ну, и войти в полный контакт. Вот, чтобы он позволил там тебе снимать. Если он не хочет сниматься, то, ну, ни в коем случае, как бы, не, ну, не говори, что, да, боже мой, там, ничего не получится, если вот ты ни в коем случае не давить. Предлагай какие-то другие варианты снимать там со спины, без лица, говорить о том, что, ну, в любом случае эти фотографии никуда не пойдут. Я, например, многие ребята сирийцы очень боялись, что действительно их лица куда-то, ну, уйдут потом в сеть, и, в общем, они... живут в жутком страхе там при... Ну, из-за того, что у них нет документов, потому что они нелегалы-нелегалы, вот, и у ФМОС их прессуют, и так далее, и так далее. И я показывала, ну, я делала съемку, ну, давала автопарад в руки, они листали, и, ну, убеждались в том, что там нет их лиц на фотографиях. Ну, эта честность, это очень важный факт. Ну, нельзя, нельзя действовать иначе. Вот. Ну, собственно, первый шаг работы с героем. Максимально проинформировать, максимально рассказать о том, о чем будет ваш проект. Даже если вы не знаете, в каком он виде выйдет, мультимедиа, фото, и где он будет публиковаться, у вас в любом случае есть какой-то посыл. Ну, там, вы снимаете для того, чтобы, там, вам было хорошо, для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы осветить вашу проблему, потому что о ней мало говорят, потому что я действительно знаю, что вам плохо. И, ну, и это все работает. Рассказать как можно обширнее. Ну, если вы хотите рассказывать про то, какие вы будете картинки снимать, рассказывайте. Ну, это очень важно просто, просто начать говорить человеку перед тем, как доставать камеру или что-то еще, чтобы, ну, чтобы, собственно, вызвать доверие. Ну, убедить его в том, что вы на стороне, на его стороне, что вы преследуете его интересы. Ну, это, по-моему, очевидно. И входит в тот же пункт. Ну, потому что иначе нельзя, иначе это какая-то подлость, наверное. Ну, рассказывать одно, а делать другое. Сказать обязательно про пользу. И очень важный момент спросить о его мнении. То есть, ну, вот вы в этой ситуации, да, я вне. Я не переживаю того, что переживаете вы сейчас. Но как бы вы это сделали? Как мне максимально показать и отразить, ну, вот, вашу ситуацию? Это был мой первый шаг, когда я работала с незрячими ребятами. Мы встретились в кафешке, болтали, и я спросила, ребят, о чем снимать про вас? Какая у вас, ну, там, самая насущная проблема? Может, там собак не хватает? Мне почему-то казалось, что им не хватает собак, поводырей. Вот, ну, или что-то еще, там, ну, не знаю, там, какие-то, какие-то, ну, вещи, там, в пространстве, в городском, неблагоустроенные, ну, как бы, не доступны для вас, или что? И мне ребята сказали в один голос с ними про то, что мы тоже люди, потому что нас они воспринимают полноценными. Покажи, что мы, ну, что мы активные, что мы, у нас есть своя личная жизнь, там, и так далее. Просто про то, что, ну, да, там, ну, нет зрения, но, ну, а у кого-то нет, там, чего-то другого. Ну, каких-то чувств, например. И, в общем-то, мы действительно ведь все на равных. Ну, а в реалии ребята незрячие, они сталкиваются с тем, что их не воспринимают полноценно. Их воспринимают, ну, кучу мне историй рассказывали. Начинают громче говорить, или начинают разговаривать со спутником, и не обращать на него внимания. Или, ну, вот всякие вот такие мелочи, что, ну, просто мимо человека проходят, и, ну, и, в общем, ну, и это действительно их самая большая проблема. Вот. Ну, и, ну, и, собственно, я снимала на эту тему просто потому, что, ну, не было другой, более важной. Вот. Ну, и быть ненавязчивым, и, ну, создать как можно более комфортные условия. Ну, расположить в себе человека. Ну, если он говорит, то не перебивать, ну, это какие-то очевидные вещи. Ну, и дальше про то, собственно, как, как это снимать, как сделать историю, как донести ее до зрителя. Ну, самая основа, основа истории – это сюжетовые действия. Если вы, ну, здесь будут еще картинки из проекта «Учитель для России». Ну, как бы, вот. Я снимала там в тамбовских школах, которые в ужасном состоянии, и у них куча проблем, и так далее, и так далее. Я снимала про то, что это школа. Ну, вот, ребенок, доска, и так далее. Ну, это важно, это считывается, и, ну, если там подрезкавшиеся стены здесь, то вообще отлично. То есть мы собираем в кадре максимум информации, но, в общем, первый этап – это отразить действие, что происходит. Ну, там учительница, кстати. Идет урок, там, не знаю, скорая приехала на вызов. Ну, без этого, конечно, тоже можно обойтись, но зрителю гораздо понятнее, если в вашей истории есть… Ну, если на картинке отражается то, о чем вы говорите, то, что происходит. Самый важный пункт – это, в общем-то, конфликт. Конфликт – это средство выразительности, без него никуда. Ну, как бы, в любом художественном произведении и так далее. Он может быть внутрикадровый, можно добиваться этого конфликта с тыками кадров, ну, монтажом. Можно добиваться этого конфликта, там, картинкой и капшеном и так далее. Ну, вот здесь, например, фотография о том, что, ну, незрячая девочка сидит в салоне красоты. Но вы чувствуете, что здесь есть диссонанс? Да, ну, не понимаю, из-за чего. Может быть, может быть, может, далеко? Нет, диссонанс – само ощущение, что она, ну, как бы, не увидит преображений. Да, да, ну, как бы, в этом и есть конфликт. Но мне кажется, она все равно чувствует, что она… По ощущениям, видно от нее. Она так замерла, вдохнула. Нет, Данночка замечательная, она всегда за собой следит и все такое. Но, ну, как бы, для обычного человека, который не в курсе, как там живут незрячие и так далее. А чем вы здесь, вот, я здесь, вы этот конфликт показываете, именно в этой фотографии? Что? Ну, как вы показали этот конфликт? А он в кадре, его никак не надо показывать. Незрячий человек, который никогда не увидит, какой он будет красивый, он сидит в салоне красоты. Вот, конфликт. Ну, вот. Ну, как бы, оказалось, там, зеркало, телевизор, какие-то вещи, лишние вещи для как раз незрячего человека. То есть, он сидит определить зеркало, в котором себя не видит. Ну, да, да. Ну, как бы, это, 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 это тоже вещи, которые, ну, не укладываются в одни рамки. Они конфликтуют. А там видно, что оно незрячее, потому что что-то не видно, например, что оно горячее. А, да, просто из-за того, что маленький экран. Мы просто смотрим и пытаемся понять, где, как бы, маркер того, что она... А у нее глаза есть, какая девушка сидит, мне кажется. Ну, здесь тоже есть конфликт. Ну, собственно, он в поведении детей, в их состоянии и настроении. Плюс, ну, компоновка кадра. Ну, границы кадра четко разделены, ну, там, то и то. Хотя, ну, хотя история про, ну, про детей, про то, как они себя ведут и ощущают, там, в дворике при этой школе, где они изучают русский язык, сирийские дети. А, когда я монтировала серию, ну, вот, это про конфликт, который достигается монтажом. Первые два кадра, они были как раз про детей. Первый был заход, но я был совершенно непонятно, где это и что это. Если помните, там, две девочки стоят около окна и двигают пальцы в кошечек. Ну, непонятно, что за дети, где это, Россия, не Россия, может быть, Марокко. Видно, что, ну, у них головные уборы. Это единственный отсыл на то, что, ну, это вот, ну, может быть, да, можно про Россию, а может быть, про все, что угодно. Вот. И дальше кадр, как там дети играют. И следующий кадр, здесь ребенок, изображенный, ну, ось сирийц показывает, там, на Фейсбуке нашел фотографию. В общем, он рассказывал про то, что ему родственники присылали, присылали вот эти вот ужасы, пока он в России, а там бомбят Алеппо. И, ну, вот, дети, дети. Погнали дальше. Здесь тоже, ну, как бы, конфликт достигается путем монтажа. И это разница восприятия происходящего и разница состояний людей. И те, и те сирийцы, но здесь дети, здесь взрослые. И дети вроде бы, вроде бы им прекрасно и замечательно, и все окей, там русский алфавит учат. А у мужчин у совершенно другое состояние. И не всегда нужно там придумывать, чтобы найти этот конфликт внутри проблемы. Не всегда он, ну, как бы, он, как правило, сам себя выдает. Вы идете работать, ну, выходите в поле, начинаете следовать тему. И, ну, и вы замечаете, не нужно, как бы, на этом циклиться, вы на это наткнетесь. Очень важный момент. Мы все-таки рассказываем про людей. И нужно ацентировать внимание на, ну, как на личности персонажа, которому мы рассказываем. Что его выделяет. И это можно делать разными-разными путями. Вот, допустим, я пришла к парню в гости, а у него там, оказывается, аккордеон. Я просила поиграть, и в итоге собралась целая камбашка. Мы здорово сидели все вместе. Ребята все были незрячие, включая, ну, собственно, Леша. Он играл на аккордеоне, я снимала. Ну, вот, парень играет на аккордеоне, он что-то еще делает. Ну, господи, ну, не каждый же играет на аккордеоне. И это уже как-то начинает располагать зрителя к нашему персонажу. Это очень важно, как бы. Первая цель – это расположить вашу потенциальную аудиторию к людям, о которых вы рассказываете. Это прям, ну, первый пункт. Вот. Не делать их жалкими, не делать их некрасивыми, не делать их, ну, уродливыми. Специально это гиперболизировать, ну, ни в коем случае нельзя. Потому что человек, в каком положении он не был, ну, может быть, это мое мнение, но мне кажется, что, ну, оно верное. Он все равно сохраняет в себе какое-то, ну, там, чувство достоинства и так далее. Если вы хотите рассказать про людей, не нужно рассказывать про то, какие они жалкие, нужно рассказывать про то, какие они клевые. Вот. Да, им хреново, у них там нет прав, их прессуют, они в грязной одежде, или там выглядят плохо, ну, внешне что-то бывает. Но всегда старайтесь найти вот этот момент тонкий, чтобы показать человеку человеком. Вот тоже Леша, плавает вас, иди. Даночка на радио. Вот. Тоже не зря, если девушка представляет его интерьере, и мне кажется, вот эти все мишки, это как бы ее внутренний мир. Ну, ну, ее комната очень много о ней рассказывает. Это важно даже работать с внешней сыгрой. Не бойтесь насыщать, сколько бы я ни говорила о том, что картинка должна говорить сама за себя и так далее. Не бойтесь дополнять ее. Если вам чего-то, ну, не хватает, ну, вы чувствуете, что, ну, девочка стоит, какая-то девочка в какой-то сарай, непонятно что, подпишите, подпишите картинку, поставьте caption. Можно использовать цитирование из ваших диалогов с героями. А что такое кэкшен? Кэкшен — это описание. Вот. Это кэкшен. Ну, например. Ну, как бы, когда вы читаете подпись, все становится как-то на своей визе, и, ну, и уже как на картинку становится смотреть интереснее. Вот. Используйте цитирование. Есть великолепный фотограф, он классик, Юрий Рост, но он больше, наверное, журналист, нежели, чем фотограф. И, ну, наверняка кто-то из вас был на его выставках. Тот материал, которым он работает, выглядит так. Портрет, ну, просто человек снят. Любой я, там, не знаю, их, кто-либо из вас. А рядом огромный текст. Он прекрасно пишет. Вот. И ты читаешь текст, и смотришь на этот портрет совершенно иначе. Я не думаю, что, что это плохо, дополнять тот визуальный материал, который у вас уже есть. Его можно, ну, как бы, текст, например, можно использовать в картинке, но обратно расположив его и, ну, смонтировав внутрикадрово. Ну, и так далее. У нас же в любом случае стоит цель максимально, ну, добиться результата. Добиться отклика от зрителя. От того, чтобы, ну, он что-то переживал и проникся, и так далее. И, ну, здесь все, все средства хороши. Когда вы снимаете историю или, ну, или не историю, очень важно обратить внимание на окружающую среду. Ну, вот, как в случае с моей барышней, незряющей, она сидит, это, как бы, тоже окружающая среда, интерьер, который ее описывает. Ну, как бы, это, это, это первый путь. А есть вариант рассказывать историю, не погружая туда героя, а просто показывать пейзаж. Идет ряд портретов, ну, например, да, и они перемежаются пейзажами. Вы хотите показать пустоту, снимайте, снимайте пустоту. Ну, пейзаж, социальные фотографии, это, в общем-то, такой очень сильный прием для того, чтобы показать атмосферу. Можно, можно совершенно отвлечься, там, от темы, ну, от темы портретной и приключиться, там, снять портрет и рядом, ну, грубо говоря, там, штамп, какое-нибудь дерево искорежное. И оно рядом будет работать. Понимаете, о чем я? Ну, на стыке. Вот. Если вы снимаете визуальную историю, так или иначе, вам придется давать какие-то заходные кадры, ну, например, и показывать пространство, в котором, собственно, обитают ваши герои. Ну, это прям обязательно. Ну, оно может быть насыщенно, в нем может присутствовать герой, может в нем присутствовать, но это, как бы, тоже пространство, это не про какого-то человека. Значит, я ж. Вот, про тамбовские школы. Ну, как бы. Мне кажется, ну, в этих кадрах есть атмосфера, и, в общем-то, это такое очень хорошее дополнение. Именно по передаче состояния героя. Это очень...